Спасибо вам большое за то, что могу сегодня представить некоторые достижения нашей компании в области рентгенодиагностики. Особенно сосредоточимся на двух техниках. Одна – это томосинтез, а вторая – это свод рентгенография. Как может быть, не всем известно, что компания Shimatsu производит рентгеновские аппараты уже более 100 лет. Сын основателя компании Genzo Shimatsu Junior сделал тот же самый эксперимент, что рентген уже в 10 месяцев после рентгена и получил рентгеновское излучение. Обратите внимание на то, что снимок, который был получен Genzo Shimatsu, по качеству гораздо лучше, чем тот, который получил конрад рентгенов. Потом в истории компании были многие моменты, где Shimatsu создавала что-то принципиально новое. Примером такого камня, скажем, на этом пути, это было создание в 1961 году первого в мире телеуправляемого поворотного стола штатива. И вот только после Shimatsu другие компании стали делать такое оборудование. Спустя 45 лет Shimatsu, опять же, первой компании, придумал, выпустил первый в мире поворотный стол штатив с томосинтезом. Этот аппарат называется Sonial Vision. Sonial Vision G4 – это модель, которая сейчас так называется. Почему G4? Потому что это четвертая генерация аппарата Sonial Vision. Первые две генерации – это были аналоговые аппараты, третья и четвертая – это цифровые, полностью цифровые с пускопанельным детектором. В мире установлены уже больше двух тысяч аппаратов цифровых Sonial Vision, так что есть очень большой опыт у нас в работе с томосинтезом тоже. Особенностью этого аппарата является не только то, что он совсем универсальный, что он пригоден для различных видов исследований, а имеет тоже вот две премиальные функции, про которые я хотел говорить. Одна из них – это томосинтез, а вторая премиальная функция – это так называемый слот имиджинг. Я встречался в последнее время с названием «щелевая радиография». Я думаю, что это отдает характер этой техники. Но раньше, чем говорить про эти две премиальные функции, я хочу подчеркнуть, что компания Shimazuta, как и другие японские производители, очень большое внимание предъявляют контролю дозы излучения. Вот снижение дозы – это один из самых главных пунктов. И в связи с этим имеется в аппарате, про который говорим, несколько специальных техник, процедур, которые позволяют сильно снизить дозу на пациента. Первая техника – это специальный процессор. Процессор называется Shure Engine Advanced. И этот процессор позволяет получить высокое качество изображения при одновременно низкой дозе излучения. Второй пункт – это идеальная импульсная рентгеноскопия. При импульсе из трубки они должны иметь идеальную прямоугольную форму. Это возможно достичь, если трубка с управляемой сеткой. И тогда вот эта идеальная прямоугольная форма позволяет отрезать ненужные мягкие излучения. Это вот в углу. Я не знаю, там курсор видно, не видно. Вот это отрезается. Третья мера – это фильтры мягкого излучения. Есть три различных фильтра излучения. И также съемная решетка. Съемная решетка должна быть прежде всего для педиатрических исследований. Другие функции – это асимметричная колимация и виртуальная колимация. Эти функции тоже позволяют сохранить дозу на пациента. В чем состоит асимметричная колимация, она позволяет сделать колимацию одностороннюю. К сожалению, у нас это сейчас не видно. Ну ладно. В общем, с левой или с правой стороны можно провести колимацию рентгеновского уча, вместо обучать все поле обзора. И вот две функции, на которых я хотел сосредоточиться – это томосинтез и щелевая рентгенография. В самых простых словах можно сказать, что томосинтез состоит из движения трубки как в линейной томографии. Вот трубка движется линейным образом, угол меняется на 40 градусов, а вычисление множественных срезов, оно проходит таким же путем, как в компьютерной томографии. Это самый простый способ объяснения. Если сравнивать с компьютерной томографией, то, естественно, в других плоскостях все происходит, поскольку компьютерная томография в оригинальной срезе имеет аксиальной плоскости, в томосинтезе – это продольные срезы. Что касается пространственного разрешения, то в томосинтезе разрешительная способность – очень высокая метода. Это связано с тем, что плоско-панельный детектор, он имеет как будто большое количество маленьких детекторов и пространственное разрешение из-за этого выше получается, чем в компьютерной томографии. В КТ пациента исследовать можно только в горизонтальном положении, в томосинтезе – в любом положении. Он может стоять, может лежать, так что также исследования с нагрузкой, спортивной медициной или функциональной диагностикой – они возможны. Очень важный пункт – это артефакты от металла. В компьютерной томографии они сильно выражены, в томосинтезе нет артефактов от металла. Время исследования довольно короткое, полное исследование томосинтеза может длиться 2,5 или 5 секунд, в КТ, как правило, чуть дольше. И доза. То, что было сказано уже сегодня, доза излучения в случае томосинтеза может быть даже в 10 раз ниже, чем в компьютерной томографии. Есть примеры изображений, где сравнивается КТ с артефактами от металла. Это эндопротезирование тазобедренного сустава. Тут трудно избавиться от этих артефактов. В рентгенографии тоже картинка не совсем четкая. Автомосинтеза, она, можно сказать, идеальна. Эти артефакты от металла, например, в случае КТ, они имеются уже в сырых данных. Поэтому есть, правда, методы, которые позволяют вычислять эти артефакты. Но любое такое вычисление артефактов из сырых данных, оно связано всегда с опасностью, что потеряется какая-то нужная информация тоже. В томосинтезе нет артефактов уже на уровне сырых данных. Поэтому нет и опасности потерять какую-то нужную информацию. Томосинтез делает невидимое в видимом. Это означает, что то, что иногда не видно на рентгенограммах, так как здесь шейно-грудное сочленение или межпозвоночненное сочленение, вот эти регионы плохо видны на рентгенограмме, а в томосинтезе отлично. Даже здесь, когда нет высокой разрешительности монитора. Еще один пример сравнения с компьютерной томографией. Вот КТ-томосинтез, КТ-томосинтез. В случае микроперломов их тоже часто не видно на рентгенографии, а в томосинтезе совершенно четко видно. Рентгенография, томосинтез. Здесь есть первом. Рентгенография, томосинтез. Я надеюсь, что на экране тоже видно. В этом случае применение томосинтеза очень целесообразно, потому что границы между металлом и тканем, они очень четко видны. Вторая премиальная функция это свод рентгенографии или щелевая рентгенография. Рентгенография, она состоит в том, что трубка делает линейное движение и через щель шириной 5 сантиметров, делается импульсной техникой опять полоски шириной 5 сантиметров. Из этих полосок можно сложить длинный снимок и вот эта техника превышает обыкновенную сшивку. Почему лучше, чем сшивка? Вот в сшивке или так называемом стичинге на крае выступают всегда геометрические искажения, потому что трубка она под углом и в тех крайних регионах обязательно наступает геометрическое искажение. Этого искажения в случае щелевой рентгенографии нет. Вот ошибка в измерении, например, при стичинге, она может достичь даже 26-27 миллиметров в этом случае на длине 700 миллиметров. Это довольно большая ошибка, довольно большое искажение геометрических размеров. Еще одно преимущество, что очень широкий диапазон этого исследования, максимально 145 сантиметров на 42 сантиметры, что гораздо больше, чем сшивка даже трех рентгеновских снимков. Есть сейчас новая техника, опять же, для снижения дозы на пациента. Это в случае конечности, например, в этой области бедра используется полная доза, потом в области колена средняя доза и низкая доза при тех отрезках конечностей. На грани вот этих доз проводится коррекция разницы, и таким образом конечный результат, он очень хороший, а снижение дозы получается приблизительно на 30%. Так что сфот рентгенография дает превосходное качество изображения. Здесь тоже используется технология ШУР, Image Enhancement – это процессор специальный, который улучшает изображение. Это быстрая реконструкция и это безопасная техника, потому что стол можно опустить почти до самого пола.